Существует ли треугольный линь всех сторон и всех высот, которым целое число? Нет высот, опущенная на металлесоматику. Надо, чтобы все эти числа были целыми. То есть целое число метров. А, потому что целое число дециментов. У вас есть какая-то единица, которую вы все это потеряете? Для измерения нужно иметь некоторую величину, которую вы считаете единицей. Один метр. Давайте все имеем метр. Тут нужен треугольник. Я скажу, все в сантиметре, чтобы в финале было. Целое число сантиметров. Понятно? Это совершенно не важно. Есть какая-то единица измерения? 200, 200 и 180. 200, 200 и 180. Да. Слушайте, большие размеры. Интересно, а как я буду считать его высоту? Я проведу вот так, кантимулярно. Когда лет будет 90. И вот, чтобы найти это состояние, я должен написать теорию, какую-то найти h в значку. h в квадрате 8100. Это 200 в квадрате. Это 40 какого-то тысяча. Хорошо. Значит, h в квадрате, это будет 31 900. Не правда ваша. Из этого числа квадратный корень не индукальций. Вы или плохо удобрали? Вы хотели сделать, чтобы высота была цена. Нет, ребята, не надо брать с радостью большие числи. Вы лучше возьмите какой-то понятный треугольник, но чтобы у него высоты были рационально чистыми. Кто знает, как между собой связаны стороны и высоты? Есть какая-то формула понятная или нет? Высота является перпендикулярностью на втором стороне. Высота, это, конечно, перпендикулярность. Но есть ли какое-то соотношение между этими чиселами? А, то есть какова ее длина? Любые 6 чисел могут быть сторонами и высотами. Или же на самом деле есть какое-то соотношение? Если взять прямоугольник и треугольник, то можно одну высоту закрыть, потому что они будут. Это хорошая идея. Если взять прямоугольник и треугольник, то две высоты на самом деле просто хатит треугольник. Хорошо. А еще? Меня что-то интересует в общем случае. Какие есть соотношения между этими числами? Здесь 20, здесь 20, здесь 5 плюс 5, да. То есть фактически здесь возникает 5. Давайте посмотрим, какая здесь высота. Она в квадрате должна равняться числу 420 в квадрате минус 25. 375 это не квадрат. В смысле? Да. Треугольник. Треугольник. Треугольник со сторонами 9. Ну на самом деле это еще больше. Потому что если у вас здесь 9, то здесь у вас будет 4,5. И здесь будет неациональное количество. Как связаны между собой стороны и высоты. Есть 6 чисел. А, В, С и опущенные на них высоты. Есть ли между этими числами какая будет связь? Или нет? Слово площадь. Как выражают площадь треугольник через сторону и высоту? Ну в сторону у нас с долхотом. И что вы? И сейчас. И что вы? А, и просто пополам. Поделитесь пополам со желанием. Господа, вы же как-то бы тебе запишите соотношение. Запомните. Потому что это главное. Оно очень простое. Если вы его не знаете и вообще ничего не знаете. Это главнующее соотношение. Умножает сторону высокой и лунопаду. Разумеете. Какой именно сбор не имеет значения. Потому что площадь треугольника зависит от того, как вы ее представляете. Будьте добры, спешите. Претение стороны и высоты это удвоенная площадь. То есть, если можно, то надо разделить на 2. Площадь треугольника. Соответственно. Как только вы сумели сделать, что А, В, С целые. И какая-нибудь высота одна целая. Автоматически остальные высоты тоже будут рациональными. Это значит, что вода стала целой? Да. Можно такой? Прямоугольный треугольник? Прямоугольный треугольник. С какими странами? У вас уже все три страны были целыми. А, ну сейчас дайте. Три, четыре, пять. Конечно. Знаменитый треугольник. А почему он такой особенный? Это наименьшие числа, чтобы сумма квадратов двух равнялась квадрату третьему. Если вы будете брать числа типа 1,1 или 1,2, то такого эффекта не будет. А вот число 25 разлагается в виде суммы квадратов. 25 это 9 плюс 16. Понятно? Вот этим у нас сумма. Отлично. Давайте поймем, какая у него площадь. И кстати, какие у него высоты. Давайте я его нарисую. Потому что боюсь, что иначе вы. Здесь четыре. Здесь три. Вот этот у нас А. Вот этот у нас В. Скажите, пожалуйста, чему равна высота, опущенная на сторону А? В. То есть четырех. А чему равна высота, опущенная на сторону В? Трем. Трем. Отлично. А вот теперь вы должны эти числа подставить сюда. Кто-то так говорил 6. Наверное, имели в виду, что 3 умножить на 4, а поделить на 2 это 6. Правильно? Да. Да. Площадь это 6. А значит, чему равна вот эта высота? С. Да. Умножить на 2 и поделить на 5. Правильно. А, если 9 за 5, то 2 получается. Что? То если 10 за 5, то получается в любом случае рациональное число. Нет. Вы мне скажите ответ. Я же понимаю, что это философство, а тебе ответ скажет. 2 целых числа. 12 пятых. 12 пятых. 12 пятых. Кому не интересно. Потому что нам интересно, что это за рациональное число. это за рациональное число, это отношение к целых чисел. 12 пятых. Что нужно сделать, чтобы все числа, эти вот все 6 чисел стали целыми? Нужно конь. Нужно менять. Ребята, треугольник со стороны. 15, 20, 20 пятых. Разумеется, он не единственный. Разумеется, можно придумать еще бесконечно много разных треугольников, которых и стороны и восходов. Это мы можем использовать. Да не обязательно. Дело в том, что если у вас есть один треугольник со целой стороны, то у него площадь будет рациональней. И при рисуке другой стороны тоже будет, то у него тоже площадь будет рациональней. Поэтому вообще-то не обязательно треугольник будет в прямом воде. То есть не надо думать, что вот эта конструкция исчерпывает все варианты. Но даже эта конструкция дает бесконечно много вариантов. А кстати, почему? Кто знает, почему Пифагорных троек бесконечно много? Потому что простых чисел бесконечно много. Простых чисел бесконечно много. Ну и что? Можно обнажать на бесконечный. И меня все равно бесплатно. Нет, нет. Можно, конечно, взять треугольник со стороны 15, 20, 25, и все его умножить, все стороны, все высоты для того, 500, да? Или миллион. Отлично, да. Но это неинтересно, потому что форма при этом не будет меняться. А вот интересно, знает ли кто-то, что непропорциональный между собой Пифагорных троек тоже существует бесконечно много. Знаете или нет? Я повторяю. Разных Пифагоровых троек. Так, я напоминаю вам, что такое Пифагорово троек. Это решение на вторых управнениях, где А, В, С – натуральные числа. Чтобы наибольший общий делитель равнялся единицей. Это сразу избавит меня от того, что вы умножаете на одно и то же число и хотите мне эту тройку будет в качестве ответа. Нет. Чтобы А и В были взаимно простыми. А, В, С – натуральные числа. Оказывается, таких троек бесконечно много. Все из вас знают, что числа бывают черные и не черные. Да. Отлично. Вот давайте, как у нас с черностью не черные? Может быть, что оба А и В черные? Да. А на самом деле? Нет. Нет, потому что я бы забыл, чтобы наибольший общий делитель был не думать. Значит, среди этих чисел нечетное что? Обязательно не есть. Да. Отлично. Может быть, что два нечетных числа? Да. Это на самом деле нет. А3-5. И давайте я начну с этого факта. Он несложно доказывается, но, как ни странно, в этой задаче он важен. Лемон. Не бывает, чтобы А и В оба имели нечетные. Н решили. Какой? А и В нечетные. Нечетные. Ну, на самом деле, доказательство очень простое. Надо просто знать формулу для нечетного числа. Доказательство звучит так. Представьте себе, что А это какое-то нечетное число. Пусть В это тоже какое-то нечетное число. Тогда, что такое А в квадрате? Так, здесь отрезок 2n, здесь 2n и еще 1 прибавляем. Смотрите, вот этот квадрат это 4n в квадрате. Вот здесь полоска 2n, здесь полоска 2n, здесь еще 1 прибавляем. Вторая формула такая, чтобы надо n заменить на 2k. 2k плюс 1 в квадрате это 4k в квадрате плюс 4k. А вот дальше смотрите, что у меня получается. Здесь делится на 4, а здесь 1. Поэтому, если сложишь, то а квадрат плюс b квадрат будет давать остаток 2 деления на 4. Ну, давайте я это оправдываю. Значит, а квадрат плюс b квадрат, n получается 4 умножить на n квадрат плюс n плюс n квадрат плюс m и еще плюс 2. Ну, на самом деле, вот это даже черное, и это черное. Так что здесь даже 2 попало плюс 8. Но нам сейчас это не важно. Важно, что если как-то c квадрат, то мы получаем, что c квадрат делится на 2, но не делится на 4. c квадрат делится на 2, но не делится на 4. А так не бывает. Потому что если число c нечетное, то c квадрат на 2 не делится. А если c квадрат четное, то c квадрат должно делиться на 4. мы доказали, что из чисел a и b обязательно одно нечетное, а одно четное. Ну, какое нечетное, какое четное, я, конечно, значение не имеет. Можно перестать. Поэтому давайте я буду считать, что, например, первое слагаемое нечетное, а второе слагаемое нечетное. Скажите, пожалуйста, в таком случае c четное или нечетное? Нечетное. 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 Отлично. Итак, зафиксируем. a нечетное, b четное, c нечетное. И сейчас второй шаг решения задачи. Переносим a в квадрате в правую часть. c в квадрате это c в квадрате минус a. Вы помните, что c и a были нечетные. Значит, c минус a это какое число? В черное. И c минус a тоже черное. Так вот, я сейчас веду обозначение. c минус a я обозначу, если это четное число, я обозначу это 2m. c плюс a это 2l. m и l это какие-то разницы. числа. И подставлю сюда эти числа. Значит, будет 2m умножить на 2m. То есть, 2 в квадрате умножить на m. Вот теперь вопрос. Если я знаю разность числа и m, могу ли я из этих уравнений найти, собственно, сами числа a и c? Под сложить эти два уравнений. Складываем эти два уравнений по члену. И получаем 2m будет 2l. Минус a я исчезла. До 2 делим. c это m плюс l. Хорошо. Теперь из нижнего вычитаем. c плюс a минус c минус a. Это будет 2l минус 2m. Как видите, c исчезла. Получилось 2a. В делере получили a. Это l плюс m. Очень хорошо. Давайте я прям сюда перемешу. m плюс l. l минус m. И для числа b, правда не для числа b, а для числа b в квадрате. У нас такая проблема. 2 в квадрате умножить на m и на m. Вам может казаться, что я что-то долго рассказываю. Рассказываю все не как закрошить вам. На самом деле, если вы внимательно посмотрите на лейтинг форму, то вы сейчас все поймете. Давайте секундочку смотрите. Если сами поймете, я скажу. Найдется человек, который сам поймет, что я сейчас дальше скажу или нет. Казалось бы, не очень понятно, что это такое. Каким-то a, u, e. Кому это вообще надо? А получается c плюс a. А равно 2m, да? Да. Но и c минус a тоже равно 2m. Нет, c это m плюс b. А это l минус b. Но если у нас получилось, то получается, что если c плюс a, то получится 2m. Ой, а, 2m. Хорошо. Нет. Надо понять, а числа m, а не любые или нет? На самом деле не любые. А какие? А давайте мы вернемся к самому началу. А помните, там было написано очень важная штука. Числа a и b были какие? Взаимно простые. Пусть и числа m и l имеют какой-то общий делитель. Тогда на него же делится и число c. На него же делится и число a. Переходим к уравнению a. Если и а, и c на что-то делятся, то и b на какое-то делится? Ребята, числа l и m обязательно не будут простые. Взаимно простые. Взаимно простые. Взаимно простые. Это 2 в квадрате. Ну, это 2 в квадрате. Умножить на эти 2 числа. Это произведение. Взаимно простых чисел. Должно быть квадратным. Что это? Это значит, что каждый из них в отдельности является квадратным. По-другому нельзя. Потому что если у вас есть какой-либо простой георитетовый число l, то его нет в числе l. И значит, он должен быть в какой-то чёрной степени. Ребята, m и l это не любые числа. Давайте так напишем. Число m это s в квадрате. Число l это t в квадрате. Соответственно здесь я пишу t в квадрате минус s в квадрате. Здесь я пишу t в квадрате плюс s в квадрате. И теперь что я здесь пишу? Вместо m я пишу s в квадрате. Вместо l я пишу t в квадрате. А значит, b это что? А это 2ts. Господа, я получил отличие по форме t в квадрате. Всё, пишу. a это t в квадрате минус s в квадрате. b. А давайте теперь напишем вот это соотношение, как оно выражается через эти a, b, c. Посмотрим. Может быть вообще на самом деле всё перепутали. Поехали. t в квадрате минус s в квадрате. Если возведёшь квадрат и добавишь этого 2ts в квадрате, то это будет t в квадрате плюс s в квадрате. Плюс, вот это будет вам продать 4t в квадрате s в квадрате. И всё это должно равняться t в квадрате плюс 2t в квадрате s в квадрате плюс s в квадрате. Ну, проверяем. 4 минус 2 это действительно 2. Так, пожалуйста, кто-нибудь калькулятор возьмите. И мы сейчас отставим какие-нибудь большие числа. Ну, давайте с калькулятором можно большие числа брать. Например, t равно 11, а s равно 6. 121 минус 36. Кто не знает? Вкусинский. Вкусинский. Да. Хорошо. Так, 2ts. Это надо 2 умножить на 11 умножить на 6. Проще говоря, 66 умножить на 2. 132. Отлично. 132. Так, и последнее. Надо сложить 121 и 36. 157. Замечательно. Так, ну вообще-то это сделаем без квадрата. А вот теперь будем сюда привыковать. Сколько будет 85 квадрата? Сколько будет 132 квадрата? И сколько будет 157 квадрата? Давайте. 185, 107 квадрата, 225. Что, что? 185, 107 квадрата, 225. У него где-то? Писал, да? 132 квадрата. Это 17 424 квадрата. 17 424 квадрата. 17 424 квадрата. Отлично. Кто скажет 157 квадрата? 24 625 квадрата. 24 625 квадрата. 649. Осталось понять, гречку или нет. Какие числа на самом деле подставлять можно вместо С и Д? Ну, вообще-то, мы здесь проверили форму, которые подставляют вообще круглые числа. Совсем круглые, да, целые числа. Если вы хотите, чтобы получали взаимно простые, то, конечно, подставлять С и Д надо взаимно простые и обязательно разные черности. Потому что если они будут оба черные или оба нечетные, тогда вот это будет делиться на 2, а я и вы не буду за ним простые. В общем, ребята, мы получили ответ. Все пифакологи и тройки получаются вот по этому углу, где С и Д – это взаимно простые числа, равные черности. Стоило бы, конечно, сейчас еще часть перед вами поговорить на эту тему. Потому что у формы, которые мы доказали, есть масса интересных следствий. Например, есть такая сумма четвертых степеней не может быть квадратной. Цфасман и Остык. Наши современники, учащие люди, которые написали крошеты для школьников, ну, вот, у Виктории, как мы сразу скажем, Кушкаев, но потом у нас был Цфасман и Остык. Цфасман? Цфасман? Цфасман. Цфасман. Так вот, ребята, они в этой крошюре разобрали задачу, которая кажется на первый взгляд вообще совершенно детской. Задача такая. Чему может равняться площадь треугольника, у которого сторона? Рациональная точка. Заметьте, это не обязательно целая. Рациональная. На первый взгляд кажется, что это очень неплохо. У нас же есть формула, правда? У нас есть формула, которая дает симпроматику. Площадь. Почему? Это надо, потому что А умножить на В и на Т. То есть, вопрос такой. Какие значения может принимать, вот эта мелочина? Смножить на Д квадрат. И не с С квадрата. Так вот и понятно. По сей день, эта задача математики уменьшит. Если она эта мелочина верна, то тогда математики знают, как для каждого конкретного числа отвечает на этот вопрос. Если эта мелочина не верна, тогда неизвестно. Все верят, что мелочина верна, но выяснить это, что это связано с так называемыми и вы можете узнать, как. То есть, прошу ли все это для школьников, для артистов. Вот казалось бы, детский вопрос приводит к вполне себе ненавиальным и неожиданным причинам.